Всем привет! Думаю, многие знают, что недавно был принят закон, который направлен на обогащение олигархии нашей страны и объединение обычных граждан-налогоплательщиков. Поскольку я часто покупаю в интернет-магазинах различные товары для личного пользования, я не смог обойти стороной и эту новость решил ее прокомментировать. Суть закона заключается в следующем. 1 января 2018 года обычный гражданин Украины сможет приобрести не более трех посылок по 150 евро. Каждая следующая посылка, то есть начиная с четвертой посылки, нужно будет заплатить 10% пошлины и 20% НДС. Законопроект 6776Д, за который проголосовало 220 человек, 31 был против, 67 вообще не пришло и 43 воздержалось. Лично я считаю закон антинародным и далее объясню, почему я так считаю. Я тоже считаю, что для экономики плохо, когда частные лица с целью обогащения покупают, пользуясь законом, покупают ежедневно в пределах лимита 150 евро телефоны и продают их через, допустим, OLX и другие доски объявлений. Это плохо как по минимуму из-за того, что обычные студенты страдают, которые работают в магазинах сетевиков, которые продают эти телефоны. Они меньше продают телефонов, соответственно, меньше получают зарплату и соответственно, как бы это единственные люди, которые страдают. Олигархат, то есть владельцы магазинов, они не страдают, потому что в любом случае они свою прибыль получат заложенную. Пострадают студенты, опять же, те, которые получат просто меньше зарплату, потому что в магазинах настроено все так, чтобы владелец магазина не терял деньги, а естественно теряли деньги, то есть не дозарабатывали деньги эти студенты. С этой точки зрения, как бы, да плохо. Плюс обычные люди привыкли уже, что никаких гарантий сетевой магазин крупный не дает. То есть если вы купили телефон в крупном магазине каком-нибудь, где там вам на печать поставили на гарантии, это ничего не значит. Вы все равно остаетесь без гарантии на этот телефон, так же, что вы купили телефон на OLX. Но поскольку сейчас телефоны практически не ломаются и брак можно выявить изначально, то есть в ближайшее время, а месяц гарантии дают даже на OLX частные лица, зачем платить больше и народ, как бы, переходит, да, не покупает в сетевых магазинах, покупает в досках объявлений такой же новый телефон. Зачем платить больше, если никаких, как бы, преимуществ покупки в сетевом магазине, да, крупном, ну, у человека нет. Естественно, происходит так. Но, есть одно большое но, почему я считаю, что этим законом они вставили палки в колеса не частным торгашам, которые, да, там барыжат этими телефонами и к ним там идут как к конвейерам посылки по 150 евро, а вставили палки в колеса именно обычным людям, обычным гражданам, налогоплательщикам. И я сейчас объясню, почему. Взять даже меня. Я покупаю посылки для личного пользования, мания у меня такая. Снимаю распаковки, показываю вам и дальше пользуюсь этими товарами, которые я купил. Исключаю, что бывают товары, которые мне совсем не понравились или не подошли, или, там, размер не подошел, и я могу его продать на OLX, даже я, как бы, не барыга, поэтому мне важно вернуть свои деньги. И я продаю по той же цене, по которой я купил этот товар в Китае, да, там, или, ну, в каком-нибудь другом интернет-магазине. Мне важно вернуть ту сумму, которую я потратил, поэтому я накруток не делаю, чтобы быстрее продать этот товар. Но таких случаев один на сотню, то есть, ну, очень-очень редко я что-то, что-либо продаю. Доказываю очень много посылок, и есть посылки по 10 центов, ну, и там, в основной 80% посылок приходит с ценой до 5 долларов. То есть, это мелочевка, и, ну, и товары, как бы, если посмотреть обзоры, вы можете увидеть, что можно всякие товары, и игрушки для детей, а для детей нужно очень много игрушек. Вот, и по этим ценам, которым я покупаю их в Китае или в интернет-магазинах, я не могу купить в офлайне. Ну, я не могу купить в офлайне эти игрушки не только поэтому, потому что они стоят здесь в 3 раза дороже. И моя зарплата, за счет того, что у меня снимаются огромные налоги с зарплаты, она мне не позволяет сделать этих приобретений. Зарплата стоит на месте, коммуналка растет, цены растут, все растет, зарплата стоит на месте, налоги такие же высокие на зарплату. И как я могу позволить купить ту же игрушку за 1 доллар, которую я куплю в Китае, здесь за 15 долларов. У меня большая семья, и я покупаю, допустим, там, племянницы, канцелярию, ручку, резинку, еще что-нибудь, то, что выглядит прикольно. То есть, таких товаров у нас либо не найти, либо они будут стоить очень дорого. Но поскольку я более мобильный, чем семья, которая живет со мной в одной квартире, в одном помещении, да, мои любимые, я заказываю посылки на себя, только потому что я более мобилен. Теперь получается, каждую баксовую посылку я должен буду распределять на родственников, потому что платить 30% дополнительно с 4 посылки будет мне уже невыгодно. И почти то же самое, что купить этот товар здесь. Ну, естественно, здесь я его покупать не буду, потому что моя зарплата не позволяет этого мне сделать. А не позволяет она, потому что зарплата стоит на месте, тарифы на коммунальные услуги растут, все, цены дорожают везде. И я не могу, получается, не смогу покупать ни в интернете, ни в офлайне. Я понимаю, если бы ввели лимит те же 450 евро, да, 3 по 150, но на 50-100 посылок с ограничением не более 150 евро на одну посылку. И тогда, если я перевышаю лимит 450 евро в месяц, я плачу налоги. Я с этим согласен, то есть сейчас у нас, получается, по действующему я могу ежедневно получать посылки по 150 евро, не облагающиеся налогами. А так будет всего 3 посылки, либо максимум в месяц я смогу заказать всего на 450 евро. И тогда вставятся палки в колеса тем торгашам, которые там везут это все круглосуточно, тарятся этими телефонами и продают их здесь. И не тронут меня, лично меня, который, да, покупают для лично, для себя. Получается, этот закон направлен не на развитие экономики, а на грабеж обычных пользователей, таких как я, которые получают зарплату, платят с нее налоги. Зарплата стоит на месте, коммунальные растут, цены везде растут. Я не смогу покупать ни в интернете, ни в офлайне, потому что у меня для этого просто нет денег. Если вводите такой закон, пускай вводите, но тогда уменьшите налогообложение на мою зарплату на 30%, так же, в таком же процентном соотношении. И тогда уравняется, вы вставите палки в колеса, а я смогу покупать эти предметы в офлайне, просто в онлайн магазинах и забыть об интернет магазинах, где я экономлю, покупая товары для личного использования. Я не юрист по образованию, но я подозреваю, что этот закон приняли, но его еще должен же подписать гарант, и если гарант может отправить на доработку закон, ну, я бы хотел, конечно, чтобы отправили на доработку, потому что, ну, реально это откровенный грабеж. То есть, просто шайка, другому я не назову, 220 уродов, которым распихали взятки по карманам, проголосовали, не пойми за что. Им-то все равно, у них-то доходы огромные, а мне вот не все равно, потому что на мой и так скромный доход пытаются еще отобрать у меня, как бы, да, последнее, что у меня есть. На этом у меня все, пишите в комментариях, что вы думаете об этом законе, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!